Субтитры сделал DimaTorzok Евгения Сергеевна, что у вас, Агеева, что у вас с кредитом Суперкэш? А как вы докажете, что вы из банка звоните? Евгения Сергеевна, вы прекрасно знаете, что у вас имеется задолженность, что у вас имеется судебный приказ. И посторонний человек с улицы не будет вам звонить по поводу вашего кредита. Согласитесь? Откуда же я знаю? Нет, не соглашусь. Назвать вам сумму судебного приказа? Ну, давайте. Для подтверждения того, что я звоню из банка. Давайте третьему листу рассказывайте. Да. Какому третьему листу? Банковскую тайну рассказывайте. Какому третьему листу, Евгений Сергеевна? Да вы меня даже не инвестицировали, а еще что-то хотите. Я звоню на ваш номер, Евгения Сергеевна. Передано вам. И что? И разговариваю я с вами. И задать разговоры. Неоднократно, что с вами по этому номеру связывались. Вы сейчас пытаетесь банк заблуждения ввести? Нет, я никого не пытаюсь. По какой причине исполняют судебные приказы, Евгений Сергеевна? Вы что хотите, чтобы банк обратился в полицию для проверки на факт мошеннических действий с вашей стороны? Ну то есть вы таким образом намерены вести диалог, да? Да, каким еще? Я же вас не знаю. Вы машинники, вы машинники, вы мне звоните. Мой машинник. Неизвестно кто, неизвестно как, что-то хотите. Евгений Сергеевна, вы взяли деньги на средства в банке, не возвращаете их. Вы мне никак не доказали, что вы из банка звоните. Не исполняйте судебные приказы, Евгения Сергеевна. Нет, с вами некогда разговаривать вообще. Вам некогда, а чем вы так заняты? Вы зарабатываете деньги для погашения кредита или чем вы заняты? Или вам пыхаетесь? Да, вам какая разница, чем я занимаюсь? Большая разница, вы должны деньги банку. С мужем трахуить, нравится тебе мой ответ. Евгения Сергеевна. Да. 696 тысяч рублей вы должны банку. Требуде банка до 4 июня данную сумму закрыть. Офигеть. Не будет оплаты, не будет оплаты. Да, давай, дальше. Готовьтесь к принудительному взысканию. Кроме того, будет проводиться проверка на факт мошенничества действий, как я вам уже сказала. Давай, пукан не разговаривай только, когда будешь проверять. И посмотрим, да, посмотрим, как вы будете разговаривать, когда действительно дойдет уже. Да, до куда дойдет, до куда? До полиции. Да ладно. За неисполнение судебного приказа стоять 15 суток. Да что вы говорите, а как-то я его не исполняю судебного приказа. А вам так весело, Евгения Сергеевна? Да потому что вы такой ахинею. Или вы пытаетесь бравировать? Вы видите, товарищ Агеева, вы несете ахинею, законов не знаете, вы учили методичку и еще чем-то говорите. Гражданка Спиридонов, а вы, я вижу, очень хорошо знаете законы, да? Я очень хорошо знаю, в отличие от вас, я их знаю. Да вы что? Да. Да вы что? Ну что, что? Ну в таком случае вы должны знать, где очень каких статьев вы сейчас нарушаете злостно. Да как бы что-то не говорите. Мат, а у вас исполнение кредитного договора, так еще и от судебного приказа. Ну иди в суд, в чем проблема? Уже суд прошел. Ну и все. Вы тебя игнорируете решение суда? Я его не игнорирую, исполняю его так, как могу. Каким образом вы его исполняете? Как могу? По тысяче рублей. Продавайте имущество. Иди продавайте свое имущество. Квартир продавайте, закрывайте. А, у меня нету квартиры, откуда же я ее продам-то? Чудила ты с нижнего. Продавайте имущество. Обращайтесь к родственникам знакомым, закрывайте-ка, едите. Какое имущество? Какое имущество? Где я тебе имущество возьму? Ну хорошо будем, значит, судебным приставом работать, чтобы они уже приехали, смотреть, что у вас имеется. Да, конечно, так были. Что вы, товарищи? Еще раз, значит, приеду. Может быть, вы раскрываете такое имущество? Да, еще запрос надо разослать в этой инстанции. Закапываю землю. Ну я не знаю, что вы закапываете. Ой, дебила не могу. Попейте, лопички Евгения Сергеевна, у вас вполне исторический уже смех, да? Да мне, мне смешно вас слушать, у вас идиотов. Вам смешно? А я бы на вашем месте смеял. Да, что мне плохо, что ли? У вас и критическая ситуация, понимаете? Да ладно. Вы должны деньги банку, почти 700 тысяч рублей, вы смеетесь. Да ладно, добыть такого не может. Что смешно вот в этом? Да, быть такого не может. Муж, почему не помогает вам с оплатой? Муж детей содержит. Что муж? Детей содержит. Не поняла, что слышно. Плохо слышно, но не слушай, господи. Что сказал, то сказала, все. Уши тебе просите. Будем еще удовольствовать, чтобы арестовали денежные средства доходы вашего супруга, Павла Николаевича. Да на каком основании? Он не поручительница заемщика. Да, а ты не нужно со мной разговаривать, уважаемая. Да, со мной с собственниками еще разговаривать. И таким тоном будете разговаривать с вами родственниками, понятно? Да вот иди разговаривать со своими родственниками. Если вы так хорошо знаете статьи, ознакомьтесь, 45-й статьей «Семейного кодекса», в которой супруги несут солидарно ответственность по обязательству. Солидарность несут в том случае, если они вместе брали кредит. А брала кредит я одна, так что рот закрой и до свидания. Вы в браке находитесь, так, уважаемая. Рот открывать будете родственником, еще раз повторяю. Да я тебе говорю, в задницу. Сотрудникам банка разговаривать так не нужно. Я не знаю, вы мне не доказали, что вы сотрудник банка, вы мошенница, вы овца и дура. Я буду вас сейчас оскорблять с чистой совестью. Очень даже, очень буду оскорблять. А если вы так хорошо знаете статьи, статья 561, административного кодекса, почитайте, 30 тысяч рублей хотите еще заплатить, которых у вас нет. А ты как докажешь, что это я? У тебя есть два живых свидетеля? Я докажу, я докажу. Два живых свидетеля, которые рядом со мной стоят и слышат, как я тебя оскорбляю. Вам не стыдно? Нет, стыдно у кого-то. У вас ребенок там плачет, да, у вас ребенок там плачет. Вы при ребенке-то отругаетесь? Я не могу до него подойти, потому что ты мне дура. Звонишь и никак трубку не полонишь. Может быть, в опеку. Может быть, в опеку обратиться, чтобы проверили, как вы исполняете свои интересные обязанности. Если вы при ребенке-то округаетесь. Иди вперед. Тем более, без денег проживаете. Муж шлаш не работает, вы не работаете, да. А все, ты взяла шлаш. Оплаты не производите по кредитам. Ты сначала узнай, кто с тобой разговаривает, идиотка. Ты меня не дефицитировала. Я разговариваю с Передоной и Евгене. Ты мошенница. Ты мошенница. И будете вы оплачивать штрафы 30 тысяч рублей за оскорбление сотрудника банка. Давай, какой ты сотрудник? Ты мне паспортные данные предоставила? Ты мне не предоставила. Нормально не представилась. Так что я не знаю. Я вам должна паспортные данные предоставить. Да, ты должна мне предоставить доверенность о том, что ты имеешь право. Я вам ничего не должна уважать.